Сегодня Государственное бюро расследования вручило подозрение по делу о катастрофе военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области. Я думаю, что все мы помним этот день. Это было 25 сентября. Во время учебно-тренировочного полета на борту находились курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Всего 27 человек, 25 погибли на месте. Еще один человек умер в больнице, одному удалось спастись. 2 октября, вот сразу в неделю, когда это произошло, конечно же, мы большую часть программы посвятили этой трагедии. У нас в прямом эфире был как раз командующий военно-воздушных сил Украины Сергей Семенович Дроздов. И вот сегодня ему уже предъявляют подозрения. Сергей Семенович, вот как вы вообще, вот я не знаю даже, как повернуть этот вопрос. А вот вы ожидали такого? Добрый вечер, Савик. Добрый вечер, студия. Да, сегодня я отримал поведомление про подозру. Я собе ставлю питание. С якою метою, та для чего все це робиться? Кто и які цели преследует? И я хочу сказать, что 20 листопада 2020 года Акт технического расследования катастрофы Литакан-26 був затвердений, и в ньому визначены как главные, так и те причины, которые безусловно были цей катастрофой. И за самыми цими висновками ДБР мала сделать висновки и визначить Винность и ступень винности посадовых осіб и всех причинных до цієї катастрофы. А что мы имеем? Сначала меня хотели принизить моим сыном. А он не является мажором, который был представлены деякими средствами массовой информации. Он, как все курсанты ХНС, по поветряных сил, навчается и летает на тех самых литаках, на которых летают все. И на передаче этой страшной катастрофы в складе экипажа и на том самому литаке он выполнил полеты. Я хочу высловить еще раз співчуття родинам загиблых, экипажам и курсантам, тем детям, которые мрели стати пилотами. Но, на жаль, сталася страшная трагедия, которую можно было бы не допустить. Я хочу сказать, что неодноразово я висказывал ті пропозиции стосовно модернизации, стосовно стану техники. И если бы на уровне керевництва государства прислухалось бы про морально застарелую технику та предбаня новой и сучасной, мы бы можем и немало такого результата. Вот скажите, пожалуйста, Сергей Семенович, а что... В общем, такая идет... Это немножко дискредитация всей украинской армии, честно говоря. Я бы так сказал, что с каждым таким вот выпадком распочатого криминального впровадження, особенно против военных, идет их дискредитация. И самое интересное, что еще до момента вынесения решения суда уже вешаются ярлыки, уже формуется негативно суспільно думка относительно тех офицеров, командиров, которые причетны для каких событий, которые произошли. И такие выновидения и на генералов, и на командиров, которые ругают войсками в зоне проведения операций объединенных сил, не суть доброго для нашей армии, а они навпаки подрывают моральный дух как командиров, так и тех військовослужбовцев, которые выполняют их задачи. У меня подозрано на 30 старинок, где все вызначено, починаючи с військовой дисциплины в бригаде, порядка организации и подготовки летчиков, порядка организации и подготовки тех руководителей, которые кируют процессом подготовки. Хотя, если посмотреть на сами повитерные силы, они состоят не только из командования, но и есть стволы, которые контролируют литную подготовку, подготовку экипажей, безопасность полетов. У меня есть три заступника, у меня есть два командующих, которые помогают мне. У меня есть Харьковский университет и Комтекс. Так же есть люди, которые готовят и решения, и пропозиции, и программы. А все эти заходы, которые перечислены в поведомлении про подозрю, высловляются особистыми мне. В этом году, на жаль, для нас не поступило на оружие новой техники и языков. В следующем году мы планируем начать строительство на авиационном предприятии Сан-Антонов литоков Ан-178. Цикл будильництва? Десантно-транспортные варианты, да? Десантно-транспортные варианты. То есть через сколько, через 2-3 года они приедут до вас на службу? Да. Сколько у вас парк в процентном отношении? Какая отношенность литного парка? Олег, их перебирают. Истребители разбирают, собирают. Это важные вещи. Скажем так, что сами молодые литоки, которые имеются на озбровении поветных сил, я уже минулого раза говорил, 91-го года выпуска. Спасибо, Сергей Семенович.